Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос от Елены, которая интересуется, какой молитвой молиться за врагов? Зачем нужно молиться за врагов? За врагов надо молиться, потому что это надо нам. Переступить через себя сложно, потому что мы жаждем справедливого отомщения, мы жаждем наказания, и уж никак ничего хорошего мы им не желаем. Даже если не желаем ничего плохого, то уж точно благоденствия за счет украденных у нас средств мы их точно не желаем. В лучшем случае скажем, Господи, пусть эта потеря вмениться мне в милостыню. Или Бог дал, Бог взял, пусть будет имя Господне благословенно. Не сильно от души, но, во всяком случае, хорошо, если человек уже стоит на этом этапе. И все мои старшие товарищи, да, из чего уж там, святые отцы, говорят, тогда ненависть уходит из нашего сердца и желание отомщения, когда мы по-настоящему помолимся за наших врагов. А как молиться-то? Самый простой пример нам показывает сам Спаситель. В каком-то смысле лишь можно назвать его врагами тех, кто его распил. Или распил. А он говорит Богу Отцу, Господи, прости им, ибо не ведут, что творят. Вот вам хорошая короткая молитва. Какое-то снисхождение появляется в нашем сердце. И припоминание, что в молитве Отче наш говорится, что прости мне мои долги, грехи, так как я прощаю пригрешения ближних против меня. Ух ты, а ведь точно. Чем больше я прощу, тем больше мне проститься. Я совсем забыл про эту взаимосвязь. Да и сколько я людей обидел на самом деле словом, а то и делом. Сознательно или бессознательно. И ни у кого прощения не просил. Ну пусть хотя бы так. Пусть будет хотя бы так. Есть еще интересный метод молитвы за врагов. Читайте Псалтирь. Там очень много чего интересного сказано пророкам Давидам, и не только им, про врагов. И хорошо, не знаете, на душу ложатся. Особенно в понятном для тебя русском переводе. Некоторым по-церковно-славянски даже лучше понятно, чем по-русски. Хотя если начинаешь их спрашивать, а вот как переводится эта фраза, ты начинаешь понимать, что эта фраза просто проходит на имя их сознания, потому что не переводится никак. Она непонятна. Или что-то придумывается. Такое, что никакого отношения не имеет к оригинальному смыслу. Даже понятные, вроде бы практически по-русски написанные фразы. Ведь еще есть прямая речь Господа в этих псалмах. А ты читаешь ее как бы от себя. А в чем это оно? Поэтому читайте толкование, читайте по-русски, будет что-то понятнее. Сколько там про врагов написано? Ух! Прямо легче становится. На первых этапах воцерковления. В принципе, все они сводятся к одному. Мне отомщение, аз воздам, говорит Господь. Уж если ты не можешь не желать какого-то праведного воздаяния врагам нашим, то пусть хотя бы будет так. На Господа Бога положитесь и забудьте. Закрывайте этот гештальт, пусть Господь сам разбирается. В этом ситуации, когда надо и в суд подать, и апелляцию подать, и апелляцию на апелляцию, и защищать свою жизнь, достоинство, имущество. Это другая ситуация. Речь идет о том, когда и страну защищать с оружием в руках. Это тоже все о другом. Защищаешь страну, не имея ненависти в сердце. Значит, убьют тебя на поле боя, а ты в этом состоянии в вечность пойдешь. Как ненавидел врага, так и ненавидишь. А тела нет. Это ты в аду уже жил на земле. И это состояние перевел в вечность. Бой должен быть холодным сердцем, с холодным умом. Немножко другая тема. Я просто хочу сказать, что прощение врагов — это не пацифизм и не толстовство. Иногда для того, чтобы остановить зло, необходимо уничтожить носитель этого зла, который, по сути, демонизирован в своем сознании. Но это все равно другая тема. Вернемся к нашим личным обидам. Короче говоря, если тебя без очереди не пропустили, когда тебе очень было надо, и ты всех теперь считаешь своими врагами, и совершенно справедлива, вот ты за них помолись. Помолись о себе. Господи. Все вот задушило бы всех. Или задушил. Помоги мне не иметь эту ненависть в сердце. И читайте Псалтирь. В любой непонятной ситуации читайте Псалтирь. Все-таки это не только молитва, это еще и Слово Божие. И ты, читая ее, еще и учишься, еще и слышишь в просьбах ответ, в молитве общение. Вот так за врагов можно и молиться. Все-таки повторюсь, молитва нужна нам в первую очередь за врагов. Молитва за врагов нужна нам для того, чтобы мы сами пришли в сознание того, что мы не враги ли Господу Богу. Раз. И чтобы свое сердце очистить от вот этой злобы, в которой мы живем. Вспоминая, с которой мы ложимся спать, с которой мы встаем, с этой ненавистью к нашим врагам. Вот род сей изгоняется молитвой постом. И нам и так тяжело от их предательства, от их слов, от их непонимания. А тут мы себя еще больше, больше зла приносим, живя вот в этом аду наших обид и неисполненных желаний. На Господу Богу все отдайте и живите дальше. Уже в новых жизненных обстоятельствах. Ну, теперь вот так, по-другому не будет. Ну, и слава Богу, живем дальше. Работаем, молимся, трудимся. Благослови вас Бог. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok